Примерно полгода назад я купил iPhone для того, чтобы снимать и монтировать на телефоне для канала Premium Hi-Fi видео, которые помогают меломанам понять, что такое качественный звук. Я не собирался переставлять сим-карту из Huawei P20 Pro, но в итоге это сделал. В этом видео я расскажу, что в iPhone божественно, а что не очень. Приветствую, дорогие друзья. Меня зовут Аркадий Зенин. Я являюсь основателем компании Premium Hi-Fi. Мы находимся в Риге и озвучиваем любые помещения. Давайте начнем с удобства использования. В iPhone в первую очередь мне не понравилось то, что на главном экране все иконки приложения расположены сверху вниз, а это неудобно. Android позволяет располагать все иконки так, как ты хочешь. Кстати, после одного из обновлений мне удалось перетащить все иконки на экране iPhone так, как мне необходимо. И за это спасибо тебе, iPhone. Но изначально такой возможности не было. И это на самом деле бесило. В галерее все фото и видео уходят вверх. Они падают вниз, как на Android и Windows. Это вызывает чувство дискомфорта. Ведь на планете Земля все падает сверху вниз. А в iPhone столбик с новыми фотографиями и видео все время поднимается наверх. Это вообще неудобно. Наверное, это какие-то инопланетные технологии бесит. Если версия 17 была более-менее юзабельная, то после обновления на 18 EOS мне трудно найти в галерее нужное фото или видео. Мне понравилась в iPhone функция удаления фона с фотографией. И я ее регулярно пользуюсь. Давайте покажу, как это работает. Заходим в фотографии. Делаем фотку того, что мы хотим. Открываем ее. Нажимаем пальчиком. Нажимаем пальчиком. Ничего не происходит. Еще раз. Ничего не происходит. Еще раз. Ну давай же. Святой iPhone. Нет, сейчас ты показываешь не то, что надо. О! Произошла магия. iPhone выделил фотографию. Нажимаем Share. И выбираем Save Image. Теперь у нас появилась новая фотка. Вот она. Обратите внимание. Фона на ней больше нет. Также можно копировать и вставлять куда угодно текст с фотографией. Ну давайте, например, я сфоткаю сейчас свои контакты. Есть. Берем. Выделяем. Ну, работает на самом деле не всегда так, чтобы супер-пупер премиально. Копируем. Открываем, например, документы. Создаем новый документ. И сюда мы копируем выделенный текст. Вот такая магия происходит в телефоне. Ребята, ну это на самом деле святой iPhone в данной номинации. Если у вас какие-то более крупные объемы текста, например, когда я тестировал эту функцию, я фотографировал часть текста на листе А4, и iPhone выделял там даже довольно-таки большое количество текста и вставлял его с фотки прямо туда, куда надо. Если воспользоваться в галерее коррекцией видео, поменять контраст, насыщенность или другие настройки, то видео будет очень долго и бесюче загружаться в соцсети или редактор видео. При этом инструменты коррекции и фильтры мне очень нравятся. Ну, давайте покажу для примера. Например, берем видосик. Он на самом деле очень небольшой. Выбираем какие-нибудь коррекции. Давайте возьмем просто фильтр, чтобы было побыстрее. Выбрали фильтр, сохранили. Теперь, предположим, мы хотим загрузить это видео на Facebook. И вот понеслось. И если видео коротенькое, все происходит достаточно быстро. У меня здесь видео несколько секунд. Но если вы захотите загрузить только что откорректированное видео длительностью, например, 30 минут, ожидание будет, ребята, просто бесконечным. Ну вот, произошло довольно быстро. И также, если вы будете загружать откорректированное видео в видеоредактор, ожидание тоже будет просто, просто безумным, дорогие друзья. А как с управлением файлами на вашем устройстве? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Еще на айфоне бесючая экранная клавиатура. На андроиде есть цифры над буквами. А на андроиде для того, чтобы добраться до цифр, нужно нажимать кнопку, заходить в цифры, и потом снова возвращаться в букву. И это невозможно изменить с установкой приложения. Я пробовал. Еблофон. Вот. Еще мне подолгу видеоблогера приходится все время перемещать файлы с телефона на облако и с облако на телефон. В андроид все великолепно. Айфон это просто комок недоразумений. Например, я пользуюсь облаком файлом LV. И для того, чтобы загрузить файлы с телефона, я могу выделить 20 файлов и отправить их на облако. Все работает отлично. Но проблема возникает, когда мне нужно загрузить 20 файлов с облака. Я могу загрузить файлы только по одному. И при этом каждый раз открывается вот это безумное диалоговое окно. И ты не можешь загрузить, начать загрузку следующего файла, пока текущий файл не загрузился. Ребята, это просто какой-то кошмар. Наверняка с iCloud все проще, но он дорогой. 9,99 в месяц. А я за свои 2 терабайта заплатил 80 евро за пожизненное использование. Копирование файлов на Windows и обратно это кошмар. Даже не стоит пытаться, если у вас нет макбука. Если вы знаете какие-то лайфхаки по копированию файлов, поделитесь, пожалуйста, в комментариях. И здесь iPhone получает номинацию «Еблофор». Теперь о приятном. Съемка, фото и видео, работа камер. Качество камер у iPhone очень хорошее. И финальное фото или видео зависит только от того, насколько хороший ракурс вы выбрали и насколько хорошее освещение вы используете. Камеры iPhone позволяют снимать видео практически в голливудском качестве. Все, как я и говорил ранее, зависит только от вас. Оригинальное приложение для съемок довольно простое и не позволяет глубоко настраивать картинку. Можно загрузить бесплатное приложение Blackmagic и получить массу настроек. Давайте я вам покажу Blackmagic. Он у меня скачан, но я им не пользуюсь, поэтому он спрятан. Здесь реально, ребята, я в них копался несколько дней и теперь просто пользуюсь оригинальным, простым в использовании приложения, где я нажал кнопку и получил хорошее качество видео. Еще, кстати, мне не хватало кнопки пауза при записи некоторых видео, поэтому пришлось купить приложение Cinema P3. Сейчас я вам его покажу, я им постоянно пользуюсь. И здесь, когда ты записываешь какое-либо видео, появляется кнопочка пауза. Ты можешь его приостановить и зачем снова продолжить запись. Очень удобно. Кстати, в Android такая кнопочка есть по умолчанию совершенно бесплатно. И здесь, в этой номинации, я бы сказал, что iPhone, ну, просто нормально. Но за кнопочку паузы приходится доплатить. Кстати, у задних и фронтальной камеры отличная цветопередача. Фокус вообще никогда не сбивается. Камеры работают стабильно и без глюков. Мне очень нравится. Айфону зачет. Поставил камеру, нажал кнопку и качественное видео записывается. Отдельно отмечу великолепную работу стабилизатора Action Mode. Она включается в левом верхнем углу экрана. Конечно же, она обрезает видео. Но, если раньше я таскался везде вот с таким вот стабилизатором, который пока ты приготовишь к работе и настроишь, проходит уйма времени. То теперь нажал кнопку и все. Великолепное качество. Это очень удобно. И даже снимая видео на бегу, картинка получается стабильная. Как вы стабилизируете свои видео на смартофоне? Используете какие-нибудь приложения или аксессуары? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Есть одна бесючая мелочь. Формат фото по умолчанию 4х3. А мне нравится 16х9. Каждый раз приходится заложить, заходить в настройки и изменять. Это просто какой-то кошмар бесит. Конечно, можно пользоваться Cinema P3. Там все настройки фиксируются. Но прыгать по разным приложениям ради нескольких фото, ребята, не очень удобно. В разделе качество видео iPhone получает номинацию «Святой iPhone». Когда дело доходит до записи видео, не менее важным является и звук. И тут iPhone тоже удивляет. Когда я снимал короткие селфи-видео на Android, мне все время приходилось подключать внешний микрофон. Это неудобно ради 30 секунд видео распутывать и подключать микрофон. На iPhone я приноровился снимать такие короткие видео на заднюю камеру с включенным Action Mode. Так, как же тут это сделать? Видео, Action Mode. Вот так. И вот таким образом я снимаю эти видосики. Привет, привет. Я записываю тестовое видео специально для вас. Оцените, пожалуйста, работу микрофона. И знаете, встроенный микрофон на расстоянии вытянутой руки настолько хорош, что петличку для коротких видео я больше не использую. Зачет святому iPhone. Когда я снял видео на iPhone, я монтирую видео на том же телефоне в PowerDirector. И здесь, дорогие друзья, никаких отличий принципиальных с Android нет. Все работает стабильно, если использовать телефон как телефон. Но, например, Android при подключении к телевизору или к монитору предлагает десктопный режим. И у нас получается полноценный рабочий стол. Здесь мы можем открыть наше приложение PowerDirector. Все работает, как видите, на полный экран. Никакой обрезки. Открываем видеопроект. И смотрите, полный экран. Ничего не обрезано. Очень удобные панели инструментов. Все здорово, прекрасно работает. В принципе, это безумно здорово, несмотря на то, что функционал этого режима немножечко ограниченный. iPhone может только зеркалить свой экран. В результате картинка сильно обрезана. Ну, давайте будем смотреть, как у нас это происходит на iPhone. Только что я отключил Android. Подключаем iPhone. Все у нас подключается. Обратите внимание, нажимаем на видео. Во-первых, у нас все обрезан вверх, обрезан вниз. Это пропадает. Обрезаны края. И панель инструментов очень упрощенная. Конечно, в таком варианте на большом экране работать удобнее, чем просто с маленького мониторчика телефона. Но, тем не менее, Android здесь гораздо удобнее. Следующая фишка. К Android и iPhone можно через переходник подключить клавиатуру и мышь. Беспроводные работают глючно. Я штуки 3 перепробовал. А вот проводные мышки работают на ура. Android сам понимает, что подключена мышка и все работает. В iPhone нам надо подключить мышку. Нужно найти в настройке. Зайти в Accessibility Settings. Взять Touch. Assistive Touch. И включить его. В результате на экране появляется вот такое вот пятно. И при отключении мышки оно не исчезает. Его надо все время включать и выключать каждый раз при подключении мышки. В общем, ад. А клавиатуру подключать к iPhone даже не пробуйте. Здесь, пожалуй, номинация будет просто, нормально, но на Android круче. Подключение к телевизору. По проводу. Через USB-C. Зеркальный режим. Так же, как и на Android, ничем не отличается. За исключением десктопного режима, упомянутого ранее. Многие Android-устройства предлагают беспроводное отражение экрана. Это бесплатно. И хорошо работает. В iPhone надо купить приложение. Я купил за 20 евро Screen Mirror, которая обещала супербыструю картинку, которая годится даже для игр. В общем, несмотря на хороший быстрый роутер, я понял, что выбросил 20 евро и никогда их не верну. Беспроводная передача картинки с iPhone на TV просто картостропическая. Если эта информация оказалась вам полезной, поддержите канал пожертвованием. Подведу небольшой итог к ранее сказанному и будем продолжать. Если вас окружают компьютеры под Windows и телевизоры на Android, не суйте туда iPhone, как это сделал я. Когда я только купил iPhone, жена, видя мои мучения, говорила, сдай обратно, не мучайся. Но я терпел и не сдал, хотя мог. В общем, ставил сим-карту в iPhone, потому что кроме отличного качества видео, iPhone звучит по Bluetooth гораздо лучше Android. И это несмотря на то, что в Android есть Bluetooth кодеки aptXID и LDAC, которые по всем параметрам очень хороши. А музыку в Bluetooth наушниках Focal Batiste я слушаю каждый день. Если вам интересно услышать разницу между Android и iPhone в наушниках, загляните на наш сайт premiumhifi.lv. Там вы найдете отличные наушники для своего смартфона, а если хотите лично послушать выбранные вами аудиокомпоненты, то добро пожаловать в наш небольшой, но уютный магазинчик. Мы находимся в Риге и озвучиваем любые помещения. Еще одна особенность айфоновского Bluetooth, он работает на более длинную дистанцию, чем андроидный. Однажды я метров 30 от Bluetooth колонки отошел и связь не прервалась. На андроиде метров 10 это максимум. При подключении к хорошей стереосистеме или наушникам по USB, iPhone также звучит лучше андроида. Не верите? Приходите к нам в гости и сравните. Как с айфона, так и с андроида можно стримить музыку на стереосистему. Делается это очень просто. Открываем Tidal и нажимаем наш усилитель. Начинаем играть. О, все работает, дорогие друзья. При таком методе стрима различий в качестве звука между андроидом и айфоном нет. Кстати, на сайте Premium Hi-Fi LV вы можете найти Veeam Amp, который отлично работает и с андроидом, и с айфоном. Ссылка в описании и в правом верхнем углу экрана. Теперь качество звука динамиков. Меня, породу моего заболевания аудиофилия, редко устраивает качество звука. Пожалуй, айфон это единственный телефон, который неплохо, отчетливо звучит своими маленькими встроенными динамичками. Как-то раз я даже фильм посмотрел без наушников, и это было удовлетворительно, а не отвратительно. Именно так я обычно оцениваю качество звука встроенных динамиков любой техники. Отвратительно, но здесь удивительно. Давайте теперь поговорим про качество экрана. Картинка на экране айфона просто божественная. Это, пожалуй, в сочетании со звуком и качеством камер делают айфон исключительным телефоном. Мне очень нравится отчетливость, яркость, насыщенность. Я просто балдею. Добавить бы сюда удобство андроида, и получится идеальное устройство. Как думаете, возможно такое? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Еще одна важная вещь, которая мне нравится в айфоне, это время работы от батареи. В мае 24-го года я ездил на Хайент в Мюнхен. Музыку послушать, видео поснимать. Я знал, что буду много снимать, и взял с собой пауэрбанк, зарядку, провода. Первый день я таскал все это с собой и запарился. Айфон разрядить не удалось. На второй день зарядил его под завязку, весь день снимал видео, и вернулся в отель с 30% заряда. Очень неплохо. Божественный айфон. Ну и заключительная хрень, которая мне запомнилась, это перенос контактов с андроида на айфон. На айфон можно перенести контакты с iCloud или Gmail. У меня был Gmail, и из 420 с чем-то там контактов перенеслось около трех сотен. Остальные пришлось бивать вручную. Еблафон, бля. Ну, давайте переходить к заключению. Айфон оказался отличным инструментом для съемки видео и прослушивания музыки. Но есть ряд вещей, которые меня неприятно удивили и разочаровали. Если бы я знал, что будет настолько неудобно пользоваться айфоном перед покупкой, я бы скорее всего отказался. Повторю еще раз ранее сказанное. Если вас окружают компьютеры под Windows и телевизоры на Android, не суйте туда айфон. Хотя, как отдельно взятое устройство, айфон отличен. Знакомые говорят, что интеграция с другими устройствами Apple великолепна. Теперь я стою перед дилеммой. Купить MacBook или лаптоп под Windows? Не решил пока. А вы как думаете? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Если вам понравился этот обзор и вы хотите больше подобных видео, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Напишите в комментариях, что вы думаете о айфон и андроид. А если вы в Риге, заходите к нам в премиум хайфай на прослушивание. На этом все. И да пребудет с вами сила правильного для вас звука.